Добрый вечер, в эфире программа после новостей. Тема сегодня развитие и безопасность. Речь пойдет о хранении отработавшего ядерного топлива. Насколько атом мирный узнаем у специалиста. Сегодня у нас в гостях Александр Никитин, член общественного совета Росатома, председатель правления экологического правозащитного центра Билона и капитан первого ранга. Вы служили на подводной лодке? Да. На атомной, типа Курска? Да. А теперь вы возглавляете экологический центр. Нет ли в этом конфликта? Вы знаете, нет конфликта, потому что вся моя работа, предыдущая работа, мое образование, моя работа, она была связана с безопасностью. И вот моя главная задача была, это безопасно эксплуатировать атомную установку, когда я служил на подводной лодке. Потом, когда я работал на инспекции ядерной безопасности, тоже моя главная задача была, это обеспечить ядерную безопасность вот атомных установок, которые были у меня под ответственностью. Поэтому и сейчас вот моя организация, собственно говоря, вот главная задача организации, это сделать так, чтобы вот все, что касается области использования атомной энергии, чтобы эта область была максимально безопасной. Но сегодня вы были в Железногорске на горно-химическом комбинате. Какое у вас впечатление от поездки? Ведь планировалось, что к 2015 году там сдадутся новые производства. Что в итоге построено и для чего? Вы знаете, это был технический тур общественного совета, но в нашей группе общественного совета, там были не только члены общественного совета, там были представители различных экологических организаций, там были представители администраций различных, там были другие люди, интересы которых совпадают с нашими интересами. Мы смотрели горно-химический комбинат и все те производства, которые есть на горно-химическом комбинате сегодня. Мы слушали, встречались со специалистами, с директором горно-химического комбината, и мы смотрели, каковы планы горно-химического комбината на ближайшее будущее. И мы пришли к выводу о том, что на данный момент горно-химический комбинат является одним из лидеров в атомной отрасли. Это комбинат, который занимается вопросами так называемого бэкэнда. Бэкэнд – это вот все то, что остается в конце использования атомной энергии, эксплуатации, допустим, атомных станций, атомных установок и так далее. И вот отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы, и вот это вот все надо привести в безопасное состояние. И вот почему мы сейчас в Красноярске? Потому что горно-химический комбинат в Железногорске – это лидер в этой области. Но вот слыша эти слова «отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы», и я думаю, каждый житель нашего края, и я в том числе и все мои коллеги, мы испытываем, мягко говоря, настороженность. Ради чего мы будем терпеть такую опасность под боком, думает каждый, я уверена. Что же это такое, и насколько это действительно безопасно, и так ли безопасно, как говорят? Знаете, ну, во-первых, не надо терпеть. Потому что задача какая? Обеспечить безопасность всего этого процесса. Вот есть три главных направления, которыми занимается сейчас горно-химический комбинат. Это направление связано с отработавшим ядерным топливом. Это направление связано с радиоактивными отходами. Это немножко другое. То есть это не ядерные материалы, но они радиоактивные. И направление связано с утилизацией, выведенной с эксплуатации реакторов. Вот те реакторы, которые в советское время нарабатывали плутоник для нашей обороны, для атомных бомб, вот сейчас они остановлены и они выводятся с эксплуатации. И вот эти вот три главных направления, вот технологии, которые сейчас разрабатываются на горно-химическом комбинате, это вот основная задача этого комбината. И задача состоит в том, чтобы все эти технологии были безопасными. И они в этом работают, и они привлекают общественность. И мы сегодня смотрели, слушали, видели своими глазами, что вообще происходит. Ну вот и вас привлекли, и вы специалисты, знаете, так сказать, врага в лицо. Насколько ответственно всё-таки РУСАТОМ подходит к вопросам безопасности вот в области хранения и переработки? Вот, вы знаете, опять это не враг. Это вообще партнёр. Вот мы не смотрим на него как на врага, мы смотрим на него как на партнёра. Потому что в принципе то, что делает комбинат и то, что хотят в обществе и делает общественность, это цель одна, это безопасность. И я сегодня хочу сказать о том, что на горно-химическом комбинате, да, вот те технологии, которые мы видели, которые касаются отработавшегося ядерного топлива, я на многих предприятиях бывал и в России, и за рубежом, во Франции, в Швеции, в Финляндии, везде. Но вот, например, такого хранилища, сухого хранилища, отработавшегося ядерного топлива, которое построено, введено в строй на горно-химическом комбинате, нет нигде. Вот технологии, которые здесь... Да, вообще в мире нигде. Технологии, которые здесь применяются, я считаю, что они передовые. Вот технологии по хранению отработавшегося ядерного топлива. И это очень важно, потому что проблема, вопрос отработавшегося ядерного топлива, Это проблема для всего мира, для всех стран, которые эксплуатируют атомную энергию. Это проблема номер один. И я считаю, что на данный момент горно-химический комбинат сделал такой шаг вперёд, а остальные пока они где-то вот рядом, но сзади. Появится ли всё-таки в Железногорске тот самый завод РТ-2, о котором очень много говорили в 90-е? По поводу РТ-2. Вот вопрос РТ-2, да, он стоит на повестке дня, но не сегодняшней повестке дня. Это, наверное, повестка ближайших, может быть, десятилетий. Если при одном условии, если те технологии, которые сегодня, вернее, в 2015 году начнут испытывать на ОДЦ, это опытно-демонстрационный центр, они пойдут и будут успешными. Если эти технологии будут успешными, если эти технологии будут экономически выгодными, значит, появится РТ-2. Если они не пойдут, да, если они будут дорогими, значит, быстрее всего, что РТ-2 не будет. Даже вот такое может быть. Конечно. Завтра в Красноярске начинается большой форум, где будут как раз обсуждать вопросы атомной отрасли. В чём цель этого форума и кто туда может прийти и с чем? Да, вы знаете, в принципе, туда могут прийти жители Красноярского края даже, я бы сказал. И могут послушать о том, о чём будет идти речь на форуме. Там будут специалисты различного уровня, начиная от первого заместителя генерального директора Росатома и заканчивая ведущими инженерами, учёными и так далее. Они могут задавать вопросы, они могут участвовать в дискуссиях и так далее. Но я хочу вот о чём сказать. Почему в Красноярске этот форум? Вот этот форум мы проводим ежегодно, но в разных местах. И почему в этом году в Красноярске? Так вот, в Красноярске потому, что это именно связано с тем, что Красноярск оказался не Красноярск, а Железногорск, если точно говорить. Красноярский край оказался вот на передовой, вот именно в этой области бэкэнда, о которой я сказал. Это очень важно, потому что, посмотрите, у нас в стране накоплено за всё время эксплуатации атомной энергии, у нас накоплено около полумиллиарда кубических метров радиоактивных отходов. И теперь их все могут переработать в Железногорске? У нас заканчивается уже эфирное время, и я думаю, что эти все вопросы будут обсуждены завтра на форуме «Диалоги», и все заинтересованные смогут эту информацию получить. Спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир и всё рассказали. У нас в гостях был Александр Никитин, член Общественного совета «Росатома», председатель правления экологического правозащитного центра «Билона». Всего доброго, увидимся.